Валютные прогнозы, главные экономические тренды и интересы казахстанских потребителей в информационной программе «Народная экономика». Здравствуйте! И сегодня в программе «Как заработать, играя в стрелялки?» Почему нью-йоркцев выгоняют из ресторана? И какие профессии опасны для психики? Я зарабатываю по 3000 долларов в день, просто сидя в интернете. Чтобы узнать, как, щелкните по картинке. Такие объявления подстерегают нас на каждом шагу в глобальной сети. В большинстве случаев эти ссылки приводят на сайты мошенников. Однако зарабатывать в интернете можно, причем совершенно легально и не боясь обмана. Подробнее о том, как доступ к сети может стать источником дополнительных денег, далее. В 35-40 тысяч тенге. Менее затратный способ заработка онлайн – личный интернет-дневник, который регулярно читает от 300 до 500 человек. Есть разные сайты с разной посещаемостью и совсем, соответственно, разные деньги. Если говорить о наших сайтах, предположим, с посещаемостью в районе 10 тысяч человек, то повесить баннер на месяц будет стоить в районе 1000-2000 долларов. Найти работу в сети могут и фрилансеры. Это внештатные работники, которые получают деньги за выполненные заказы. К примеру, копирайтеры создают рекламные слоганы и статьи, а рерайтеры переписывают чужие тексты и заполняют ими сайты. В среднем они получают от 2000 до 4000 тенге за материал. Если вы будете писать по 6 статьй в неделю и отправлять их через интернет, то за месяц получите около 50 тысяч тенге. Как правило, отношения между фрилансером и работодателем строятся на доверии, то есть договор не заключается. Но если вы боитесь оказаться обманутыми, настаивайте на заключении трудового соглашения, в котором нужно указать, какую работу и в какие сроки вы выполняете. Специалисты утверждают, что интернет – это отличная площадка для коммерции. Если вы рисуете, вышиваете или мастерите что-либо своими руками, к вашим услугам казахстанские порталы купли-продажи. Например, картины онлайн покупают минимум за 2500 тенге, вышивку – за 500 тенге, а за самодельные украшения клиенты готовы выложить от 300 тенге. Впрочем, есть и более легкие способы заработка в сети. Получить деньги можно за щелчок мышкой. Некоторые компании нанимают людей, чтобы те искусственно поднимали посещаемость сайтов, нажимая на рекламные баннеры. Однако не стоит рассчитывать на высокую оплату. За один клик дают в среднем по полцента или 75 тенг. Эти компании выплачивают вам деньги только когда вы доходите до определенного размера. Обычно это выплаты из-за рубежа, эти сайты иностранные. Поэтому они там с вами договаривают, что когда у вас будет 100 или 200 долларов на счете, мы вам тогда выплатим. Крупные иностранные компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр, платят рядовым пользователям. Ведь прежде чем пустить новую стратегию или стрелялку на полки магазинов, нужно поискать в них логические неувязки. Чем и занимаются геймеры. Новички получают около 10 долларов в час. Будьте бдительны, чтобы не попасться на крючок интернет-мошенников. Прежде чем соглашаться сотрудничать с каким-либо сайтом, просмотрите комментарии на форуме. Положительные отзывы может писать сам владелец страницы. А вот упоминание об ошибках и сбоях портала – признак честного подхода к работе. К слову, приличные сайты имеют систему оплаты через крупные банки. Это значит, что владельца проверили на наличие судимости и налоговые задолженности, а его компанию – на легальность. Далее в программе самые народные экспресс-новости экономики Казахстана и мира. 23,5 миллиарда тенге заплатили казахстанцев в бюджет страны в период с января по август этого года. При этом большая часть налогов, порядка 85%, оплачена за автотранспорт, 11% – за имущество и менее 4% – за землю. Когда я ем, я глухонем. Один из нью-йоркских ресторанов запретил разговоры за столом. Как говорят организаторы, такая практика позволяет абстрагироваться от шума и хаоса мегаполиса и провести вечер пятницы или субботы в спокойной обстановке. К слову, в этом ресторане запрещено также пользование мобильными телефонами. Нарушители золотого правила сразу же выдворяют наружу. А вот это интересно. В декрет с пенсионными. В Астане презентован новый проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Согласно нововведениям, государство будет выплачивать из бюджетных денег обязательные пенсионные отчисления для женщин, которые находятся в декрете. Напомним, что раньше женщины платили 10% от зарплаты в качестве соц. отчислений, а пенсионных в декрете накапливалось только 4%. Теперь будет 10%. То есть прекрасная половина Казахстана ничего не потеряет при выходе в отпуск по рождению или уходу за детьми. Это были самые интересные на сегодня экспресс-новости рынка. В следующую минуту экономика в цифрах. Какую зарплату получают казахстанцы? Исследования по распределению численности работников по размерам заработной платы в Казахстане проводятся раз в два года. Согласно последним статданам, почти каждый второй казахстанец получает зарплату от 30 тысяч одного тенге до 75 тысяч. Порядка 20% жителей от 75 тысяч одного тенге до 105 тысяч. Более 15% зарабатывают примерно от 105 тысяч до 150 тысяч. Почти каждый десятый казахстанец получает от 150 тысяч одного до 240 тысяч тенге в месяц. Более 8,5% граждан страны зарабатывают менее или 30 тысяч тенге. И только у 5,6% жителей самая высокая зарплата – более 240 тысяч одного тенге в месяц. Далее в программе самая практичная рубрика «Рецепты экономии». Сегодня узнаем, как сэкономить на покупке зимней резины. Автомобиль нынче не роскошь. Теперь роскошь – его содержание, шутят в народе. И вправду, чего мы только не делаем, чтобы наш железный конь сверкал, быстро ездил и долго служил. В преддверии зимы, например, практически все владельцы авто стремятся поменять летнюю резину на зимнюю или всесезонную. Но такая покупка влетает в копеечку. О том, как правильно подобрать зимнюю резину и не переплатить – далее. Сэкономить на покупке зимней резины можно даже в специализированном магазине. Для этого помните – размер имеет значение, ведь шины с меньшим посадочным диаметром стоят дешевле. Также на стоимость изделия влияет индекс скоростей. Если вы не планируете ездить быстрее 130 км в час, ни к чему переплачивать загоночные шины. И не забывайте про общие требования к правильным покрышкам. При покупке зимних шин стоит обратить внимание на рисунок протектора. У зимних шин обычно он ярко выражен, имеет много нарезов. Ну и можно пощупать руками, как бы для суровых условий зимней шины. Они имеют мягкий состав, любой человек, даже на ощупь, может почувствовать это. Стоимость резины зависит и от страны производителя. Белорусские и российские шины можно приобрести от 7 тысяч тенге за баллон, японские – от 14 тысяч. А изделия европейских брендов стоят от 30 тысяч тенге за покрышку. Однако, выложив внушительную сумму, вы можете рассчитывать на сервисное обслуживание, а также скидку при установке шин. К слову, еще один способ уберечься от избыточных трат – приобрести комплект резины заблаговременно. Весна, лето – это, как мы говорим, не сезонное время. Стоимость зимних шин обычно в этот период, как сказать, отличается в районе 20-25% от сезонного времени. Если вы хотите взять брендовые шины, но карман не позволяет, не отчаивайтесь. Известные французские и американские изготовители помимо дорогих моделей выпускают и бюджетные варианты. Просто они рекламируются менее активно. Их название можно найти через поисковик. Быть шипом или не быть – вот в чем вопрос. Эксперты утверждают, что у шипованной резины есть свои преимущества на укатанном снегу или обледенелой дороге. Но если снег рыхлый, асфальт мокрый, а дорогу регулярно убирают, то лучше воспользоваться так называемой липучкой. И возвращаясь к главной теме выпуска – рейтинг самых опасных интернет-профессий. Согласно исследованиям российского интернет-журнала, некоторые виртуальные профессии опасны для психики. Труднее всего приходится модераторам сайтов. Ведь прежде чем удалить некорректные сообщения, непристойную или оскорбительную информацию, им приходится читать этот информационный шлаг. На втором месте – спамеры. Они ежедневно рассылают по электронной почте рекламные предложения. Разумеется, на них обрушивается недовольство знакомых, которые устают от навязчивых сообщений. И замыкает рейтинг вредного сетевого производства программисты. Из-за специфики профессии они проводят больше времени за компьютером и тяжело контактируют с людьми вне сети. И напоследок. В Казахстане самое дешевое топливо в Европе. Согласно информации российского рейтингового агентства, литр бензина Ай-95 в Казахстане стоит более 140 тенге, а дизеля – порядка 101 тенге. Для сравнения, в Норвегии, которая на первом месте рейтинга, бензин аналогичной марки стоит почти 400 тенге, а диз топлива – около 345 тенге. Высокие цены на ГСМ также в Италии, Нидерландах и Греции. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго!